О какой недвижимости идет речь? В кадастровой палате разъяснили, что права, на которую возникли до вступления в 1998 году нового порядка ее регистрации. Известно, что несмотря на отсутствие госрегистрации, права на такие объекты признаются юридически действительными. Тем не менее, из-за отсутствия в документах тех лет полных сведений о правообладателях, позволяющих однозначно определить владельца, например, паспортных данных, в едином госреестре недвижимости их также не хватает. Закон 518 ФЗ будет способствовать реализации комплексного плана по наполнению сведениями Единого государственного реестра недвижимости, который Росреестр реализует совместно с региональными органами исполнительной власти. Основными целями принятия закона являются формирование актуальной информации о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости и вовлечении в налоговый оборот данных объектов. Необходимость информации о правообладателях возникает, к примеру, при возмещении убытков, при ограничении прав на землю, при изъятии земельного участка для государственного или муниципальных нужд, согласование местоположения границ земельных участков. Пополнением информации в Единой государственный реестр недвижимости займутся органы власти или местного самоуправления. Никаких действий со стороны владельцев тех или иных строений и участков не требуется. Наличие этих сведений в ЕГРН обеспечит защиту собственности при совершении сделок с недвижимостью, реализацию инвестиционных проектов позволит включить в оборот неиспользуемые объекты недвижимости, что в свою очередь положительно скажется на наполняемости бюджета региона. Качество и полнота данных ЕГРН существенным образом оказывают влияние на инвестиционную, экономическую и социальную составляющую любого региона. В значительной степени влияют на формирование консолидированных бюджетов регионов по имущественным налогам и сборам. Муниципалитеты самостоятельно проанализируют сведения в своих архивах, запросят информацию в налоговых органах, пенсионном фонде, ЗАГСах. Когда собственник будет определен, его проинформируют по электронной почте. Сведения в Росреестр муниципалитеты направят самостоятельно. Также закон предполагает возможное снятие с кадастрового учета прекративших существование зданий и сооружений. Это будут делать на основании акта осмотра объекта без привлечения кадастров. Никаких санкций или штрафов для владельцев ранее учтенных объектов недвижимости не предполагается.